Наталья Геннадьевна, вы совсем недавно со своими учениками заняли первое место во Всероссийской конференции школьников «Зов Вселенной». Мало того, мы первое место взяли, нам в этом году присудили в школе медаль, памятная медаль в школе «Измиран». Знаете, это как я не мечтала, если честно. А почему? Что она даёт? Я не знаю, что она даёт, но это престижно как-то. Представляете, ни у кого нет медали от Российской академии наук, а в нашей школе есть. С 2009 года на территории Сехинской школы-интерната был установлен датчик, магнитометр. Или инновационное оборудование, как принято это говорить, да, это чувствительный электронный прибор. Он фиксирует любые малейшие колебания магнитного поля. В 2009 году мы собирали информацию. Это была информация цифровой формат. Цифровой формат мы его перерабатывали, обрабатывали в графический. Это всё делали наши дети, то есть участники клуба «Гелиус». Когда у нас ещё в пятом классе только появилась физика, наш учитель всё это рассказывал, очень интересно. И я даже задумывалась, может, в девятом классе я буду сдавать физику. В классе, наверное, в седьмом или восьмом я начала ходить на дополнительные занятия. Ну, просто мне было очень интересно, я хотела ещё и ещё решать. Сложно там? Там вот говорила Наталья Геннадьевна, там такое всё. Ну, вот если честно, сложно, да, с цифрами там, да. И работа как будто тоже так долго как бы идёт. Но интересно, интересно. И не замечаешь, это сложно там или долго. За два года, 10-11-й, мы накопили материал по вариации магнитного поля, обработали его в цифровой формат и поехали. Мы попали на две конференции, на международную и на всероссийскую. И знаете, первый год мы очень-очень волновались. Дети, знаете, какие ещё? Извините за слово «не обстрелены». Ну, конечно. Когда мы приехали, когда мы окунулись в этот мир, мы так растерялись. Ну, там, знаете, дети какого уровня. Бауманское училище техническое были. Вот они-то и заняли первое место на всероссийской, ой, на международной. Мы заняли третье место. Посмотрите, какие мы, например, способные дети у нас, да. Мы занимаем третье место на всероссийской. И мы, опять же, за ними идём и занимаем второе место. Ну, и пошла, и работа пошла как? Вот по маслу. Дело в том, что у нас проект, проект большой. Возмущение магнитного поля на эмали как индикатор космической погоды. У нас она многогранный проект. Наши, как производная проекта, это исследовательские работы. Вот девочки нынче, они выбрали по своему профилю. Их профиль, ну, как сейчас принято говорить, вектор направлений на поступление – это медицина. Мы выбрали тему влияния магнитных волн на живой организм, на человека. О чём это? Ну, мы изучали о том, как, ну, например, северное сияние влияет на человека, когда начинают происходить магнитные бури, и как наш организм начинает на всё это реагировать. Вот когда, например, у нас хорошая погода, да, солнце светит, то вы все спокойные. Вот ещё, знаете, вот, да, перед какими-то бурями, вот, особенно зимой, дети у нас, как ходят в полник и обратно, вот, раз вы, и начинают как баловаться, баловаться, кидаться там снежками, всё такое, вот так вот, знаете, вот, борьба, типа, они так вот начинают, и вот, неразбериха прям бывает. А на завтрашний день становится пурган. Мы же живём в таких условиях, вы же сами понимаете, что у нас магнитные бури фактически через день идут. Как можно человеку помочь и минимизировать вот эти последствия? Ну, вот, мы как раз-таки исследовали с помощью наших крысят, как можно помочь человеку во время магнитных бурь. У вас крысята есть? Ну, были. Были? Они же немного живут, и вот, уже нету. Ну, они, то есть, своей смертью умерли? Да. То есть, это не после ваших экспериментов? Нет. В наше исследование мы использовали жиры. Рыбий жир, жир оленя, там, сливочное масло, растительное масло. Ну, и крысятам мы давали, одному крысёнку, там, растительное масло, сливочное или не жир. Одному крысёнку мы давали жир щёкура. И как раз-таки жир щёкура помогает лучше справляться с последствиями вот этих магнитных бурь. Да. Жир щёкура – это профилактика. Нужно, да, когда мы оповещаем, например, население о предстоящих магнитных бурях за сутки-двое, желательно принимать пищу. Но ещё мы, конечно, рекомендуем бананы, но не всегда они у нас есть. И, конечно, отдых. Это главное – отдых. Нагрузки по минимуму физические и умственные. А сами вы как бананы едите, масло, жир щёкура пьёте? Не всегда получается. А вы стали этот жир щёкура использовать в своём рационе? Подсказали своим родителям, что надо жир щёкура употреблять? Я рассказывала своим, но он невкусный. Он невкусный? Знаете, когда мне говорили, как-то я совсем разнервничалась. А деньги говорят, ты, наверное, щёкуру не ела. Это, как я говорю, наверное, да, да. Эти магнитные волны действуют на кровеносные сосуды. Ну, и из-за этого наш организм реагирует, вызывая головную боль, усталость. Может, даже и агрессию. На оленей магниты буры тоже действуют. На оленей? Да, на оленей тоже. Как она говорила про крысят, которые тоже. Вот. На оленей тоже бывает. Как моя мама рассказала в том, что они тоже, да, начали беситься. Когда вот играют, догонялки, это же у них вот бывает. И это, знаете, тоже вот таким погодам. Ну, плохим вот уже, знаете. То есть уже понимает семья, мама понимает, что погода испортится и будет пурга, да? Да, да. Вот, да. Что на завтрашний день планы не строят там. Вот всё такое, чтобы знать. На диких животных вы тоже проводили исследования, наблюдали за ними. Расскажите подробнее, каким образом, что за животные, как они себя ведут. Ага, ну, мы ставили фото-ловушки в тундре. Фото? Фото-ловушки, да. И фиксировали поведение животных диких. В частности, мы брали песцов. С ними тоже очень хорошо, комфортно работать. И, знаете, мы замечали, вот знаете, как мы заметили, у нас, вот у нас дома живёт, ну, понимаете, крысёнок. Крысяка жили, но не в школе же им жить. И фотокамера, ой, камера стояла, наблюдения тоже велись за поведением животного. И вот аналогично, что дикое животное, песец, да, что наш крысёнок, Феликс, поведение, можно сказать, вот, знаете, всесхожее. Дело в том, что мы заметили... А как они себя вели? Дело в том, что мы, ну, то, что беспокойство, это однозначно, а ещё один момент, вот они, вот знаете, берут вот так вот мордочкой, вот таранят, вот прям вот таранят, как бы вольеры, стены вольеры, пол вольера, это крысёнок. А животные на воле, дикие, они вот прям вот берут, вот прям ложатся мордочкой, а землю таранят. Я, знаете, ещё что хочу сказать. Большое спасибо тем, с кем я начинала работать. Они уже уехали, к сожалению, Владимир Михайлович Кычев, он очень хорошо помогал, и Марина Вальтеровна Пасенкова. Мы вместе, троём, значит, проект писали. Это же учителя, да? Да, учитель информатики и методист у нас была, Марина Вальтеровна. И вот мы троём писали проект, это с этим проектом я выехала в 10-м году в Салихард, я его защитила, грант получила. И на эти деньги мы закупали необходимое оборудование для нашего клуба. Я хочу пойти в медицинский. Я с детства ещё хотела стать врачом. Буду лечить маму, папу, всех своих родственников, буду быть врачом. Такой крутой-крутой. Вот так я думала ещё с детства. Хочется там поучиться. Вот замуж не хочу что-то выкатить. Вот поэтому. Вот. Подумала, поработаю там. А потом уже попутешествую. Я хочу очень попутешествовать. И у меня есть маленькая мечта, это с яблоком взять дерево. Посадить из яблока дерево? Нет, 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 смотрите. Вот я иду, иду, дерево вижу. Яблоня. Я брала и ела. Вот это моя мечта. Но она обязательно осуществится. Я думаю, что она обязательно должна осуществиться. Вот.